всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот в крайнем видео про ловлю ротана и открытие зимнего сезона я обещал снять обзор про удочку и снасть на которую я ловил ну и соответственно как ее собирал снасть была куплена спонтанно просто друг пригласил меня на рыбалку заехал за мной сейчас мы быстро заедем магазин все купим и поедем дальше игра как горючок да вот так говорит все говорит очень просто я такая сначала даже удивился гряну а чё говорю она живка какая сейчас в любой магазин заедем купим там салат из кальмаров и все такое то есть ну грит запариваться и заморачиваться не надо сейчас все будет все грит по пути на такой ну ладно поехали поехали заскочили в магазин увидели такую вот удочку называется она салма айс лидер прямо так написано сделана такая катушечка из пластика такая кнопочка которая нажимается и начинает прокручиваться катушка но самое что интересно что в принципе если даже ее не нажимать то все равно она рассчитана вот на такие проскальзывания видно что здесь прозрачную сама шпуля здесь видно вот такой вот механизмик двумя такими собачками и неглубокими зубцами на барабане шпули вот и в принципе можно это дело даже открутить он не нажимая к примеру кнопочку да ну чем это интересно то допустим будет интересно если вдруг у вас клюнет крупная рыба да и потащит понятно что не ротана что-нибудь покрупнее да то в принципе потащи да и вот это такое проскакивание она может будет служить как по сути дела нерегулируемый фиксированным фрикционом вот и будет проскакивать то есть я уже слышу от кого-то отдали на восточников что горит когда попадается крупный длинок или то и мешона кто в принципе это нам начинают вот так и чтобы из лески потянуть леска всего 014 думаю может не выйдет ну да она и усилий не хватит но 14 лески чтобы сдвинуть вот этот фиксированной воображаемый фрикцион можно так сказать ну вот что было в комплекте с этой удочкой была удочка такая сменная вершинка тоже очень удобно что вершинки у них сменная видите одет на конце тюльпан вот в принципе она вот и себя первоначальный вид вот такой вот представляет в принципе нам как бы для ротана такой кончик жесткий как бы не нужен нужно одеть кивок и артуру говорю давай мы игру сейчас говорю нагреем зажигалкой снимем тюльпан ну и говорю там уже оденем его кивок отдельно купим он горит да не надо грит париться все нормально мы сейчас грит купим сменную насадку вот такой вот не знаю вот насадки эти самые или не самое и специально они предназначены для этих удочек или нет я не уточнялся да но вот ну просто купили еще такую насадочку уже с кивком сняли вот это вот и одели вот эту вот вот и получилось сразу же уже готовая смазь нас как надо то есть очень полезная штука вот эти сменные насадки то есть когда нужно ловить какого-то более мелкого хищника вы просто меняете насадку с кивком и начинаете ловить а вот если что то нужно уже покрупнее и ставить сюда там сиговку либо крабика то можно поставить вот такой вот более прочный и жесткий съемный кончик да вот чем еще хорошо от удочка мне понравилось это вот ее такая ручка она скорее всего сделана из его я делаю так называемый до его как правильно говорится я не знаю материала что тут из такого может быть и не из него она такая видите мягкая нажимается и в принципе теплая единственное что мне не понравилось да что вот ручка коротковато по длине да и вот чтобы было более удобно я ее маленько чуть-чуть снимал я отодвигал до чтобы рука чтобы полностью прижималась когда она одета до конца видите руку хват берете и у вас получается вот эта кнопка она как бы ну упирается в руку что очень неудобно сделали бы они и по длине хотя бы на сантиметр было бы ну самое то от этого я выходил из положения таким способом чуть-чуть ее так вот снимал в районе что-то 8 миллиметров и как раз мне вот было как бы более удобно в принципе это снимается вообще таким вот образом безо всяких этих каких-либо проблем и одевается обратно вот в принципе удочка оказалась на мой взгляд практичная удобно и самое главное она была очень дешевая цена конечно меня поразила сама удочка вот в таком вот комплекте со сменной жесткой вершинкой обошлась ровно в 150 рублей то есть 150 рублей нас и по сегодняшним дням это я бы сказал просто ну гуманная даже не просто гуманная просто какая-то сказочная цена для зимней удочки да и самое что интересно вот эта сменная вершинка с кивком обошлась в 145 или в 148 ну грубо говоря там без каких-то там десяти или пяти рублей тоже в стоимости этой же самой удочки и вот грубо снасть стала округлена в большую сторону все вместе удочка и вершинка встала мне в 300 рублей еще мы по дороге купили такую вот листочку ну типа как я понял всех этих названий зимнюю это мне друг артур там помогал выбирать и мы купили называется на хаймакс ф лов тут можете сами прочитать все видно фирмы это делает мамой made in japan премиум класса и до минус 25 градусов цельсия она рассчитана леска 014 держит два килограмма 100 грамм вот вот такой вот моточек на матке и и тут совсем немного 30 метров но для зимней рыбалки более чем как бы достаточно всего из этого варианта но здесь уже можно посмотреть саму лесочку сделано на вот такого типа флюоресенсного цвета принципе тут даже толком не видно какого она цвета достаточно тонкая и действительно достаточно прочная растяжение у нее я бы сказал небольшое такое плотненько такая с минимальным таким растяжением достаточно эластичная барашками она у меня не делалось когда видите и сматываю с катушки принципе особо никаких таких барашков нет вот она ровно все сматывается и что интересно мы провели эксперимент я уже давно тестирую в течение всего сезона и летом и осенью и по зиме специальные такие девайсы которые предотвращают якобы от обмерзания от истирания шнура то есть кондиционирование шнура ну и как бы сказать увеличивать вдоль на забросами там все такое да и видео я вам показывал про линка отбрызгал эту леску и в принципе очень даже ничего помогает то есть результат явно на лицо у друга там видно было дамы видео показывали что было что-то в виде шуги до на леске здесь данном случае шуги никакой не было может быть это конечно и повлияло что это леска там до минус 25 я вам точно не могу ничего сказать потому что в зимней рыбалке я новичок особенно на дальнем востоке в действии конечно я ловил на западе но вся та рыбалка из детства она конечно не такая тогда не было таких снастей не было таких лесок ну и грубо говоря все было не то это что у меня из детства оставала оставалась по спиннингу это только алюминиевый спиннинг и низкая катушка все что сейчас у меня имеется я такого даже об таком даже не мог подумать в своем детстве что что сейчас производится из все что можно купить относительно спиннинга то же самое и здесь и зимние рыбалки воспоминания у меня совсем другие совсем другие лески совсем другие снасти единственное что остается это примерно одни и те же мормышки вот и вот я вам не могу точно сказать может быть это леска тоже что-то повлияло но хотя еще ездил одну рыбалку я ее уже на видео не снимал я забыл брызнуть этого скажем так как кондиционера да и что могу сказать действительно к леске видно начала скапливаться вода несмотря на то что надо минус 25 на улице было тепло но она не обмерзала но видно что потому что на улице плюсовая температура была но видно что вода прямо на ней прямо ну как бы капельками висит то есть средство реальная работа по нему я сниму отдельный обзор и попытаюсь вам рассказать почему я сразу же обзор не снимаю я не знаю как правильно сформулировать я еще это все тесту чтобы вам уже дать более достоверную более правдивую информацию именно с моей точки зрения не хочу как бы говорить о том что ну что еще что-то не проверено да когда я обкатая уже до конца это эту всю как бы до приблуду и грубо говоря уже сниму вам видео более-менее нас основалось на каких-то практических данных вот ну вот уважаемые такой у меня получился обзор я считаю что за эти деньги 300 рублей и грубо говоря еще вот не назвал эту цену по моему 75 или 70 рублей леска и все вместе можно сказать даже опять с увеличением 380 рублей встала не вот все вот это вот я поехал на рыбалку вот считается на более чем гуманная ну вот уважаемые кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями до свидания до новых встреч